Соединены предприятия по добыче и обогащению сырья, производству чугуна, стали, проката и других продуктов. В промышленном производстве образуется соединение тяжелых металлов, и несмотря на очистительные мероприятия, содержание этих соединений в сточных водах и живых организмах довольно высоко. Поэтому необходимо проводить мониторинг и исследование содержания разных соединений, в том числе свинца, кадмия, цинка, других тяжелых металлов. Это помогает контролировать состояние окружающей среды. И в этой демонстрации мы сейчас посмотрим, как с средствами геостатистического анализа мы можем исследовать данные по содержанию соединений тяжелых металлов и строить поверхности, позволяющие определить экологическую ситуацию. Здесь мы видим класс объектов с тяжелыми металлами, границами, и они раскрашены некоторым образом. Они раскрашены по содержанию соединений кадмия. Если мы откроем таблицу атрибутов, можем здесь увидеть еще и другие соединения, но будем проводить их по кадмию. Имеющиеся данные представляют такую картину, что в разных местах концентрация содержания тяжелых металлов отлично. И для того, чтобы как-то подойти к построению поверхности, анализу данных, необходимо эти данные исследовать. Для этого нам понадобится специальный дополнительный модуль геостатистического аналиста, и у него есть богатая коллекция инструментов. Один из них – это набор исследования данных. Самое первое – это гистограммы. Здесь можно настроить гистограммы по разным слоям, по столбцам и по атрибутам. Но поскольку мы говорим о кадмии, то будем исследовать и его. Здесь мы можем увидеть, примерно оценить, насколько нормальным является распределение содержания соединений тяжелых металлов, потому что критерии нормального распределения обязательно используются в будущем построении разных статистических моделей, основанных не только на расстоянии между точками, но также и на разницу значений в этих точках. На гистограмме мы можем интерактивно выделить какой-то класс, и он будет подсвечен здесь на карте. И обратное тоже верно. Мы можем выбрать здесь какой-нибудь объект и увидеть, к какому классу он относится. Помимо обычной оценки данных с помощью гистограммы мы можем проводить и другие исследования, допустим, строить анализ тренда. Это необходимо для того, чтобы исключать тренд и строить более точную, более правильную картину распределения металлов, не зависящую от рельефа, от других показателей. Сейчас мы приблизимся к нашему графику и можем увидеть, что у нас ровная линия обозначает отсутствие тренда. Но это в одном измерении. Также можем вращать графики и смотреть, что у нас происходит в разных срезах. Здесь мы можем увидеть, что у нас есть небольшая зависимость. Скорее всего, это связано с рельефом местности, поскольку это гористая территория. И здесь мы можем также выделять объекты и рассматривать их более подробно. Еще одним способом исследования данных, на которых хотелось бы остановиться, это оба ковариограммы ковариации, которые используются во всех статистических моделях. Сейчас я активировала это большое количество точек. По оси Х по расстоянию у нас отложено расстояние между каждой парой точек. Для того, чтобы это продемонстрировать, можно выбрать какой-нибудь класс. Сейчас их выделилось довольно большое количество. Например, один из этих. Здесь мы можем видеть, что у нас большое расстояние. И при приближении и выборе других точек эти расстояния будут уменьшаться. По оси ординат обозначен квадрат разности. Это делается для того, чтобы не существовало отрицательных значений. И таким образом у нас образуются будущие веса для составления поверхности, которые учитывают и расстояние между точками, и различия в плане каких-то тематических характеристик. Еще на этом этапе мы можем посмотреть, насколько наши данные однородны, либо напротив неоднородны. Для этого мы используем направление поиска, можем вращать наше направление, изменять расстояние, настраивать промежутки, называемые лагами, которые позволяют нам оценить расстояние. И понимать, где у нас есть какие-то скопления, их необходимо удалять, либо наоборот как-то учитывать. И создание такого облака вариограммы необходимо для будущего составления в зависимости изменений значений содержания металлов от расстояния. Сейчас, после того, как мы примерно изучили возможности наших данных, мы можем перейти к мастеру операции геостатистики. Но поскольку любая модель должна быть после этого проверена на достоверность, на действительность, мы можем сразу же выделить поднабор объектов, которые будут потом использоваться в нашей проверке. Здесь можно выбрать какой-то входной объект, обозначить процент, либо абсолютное количество точек, которые будут позже проверяться. И такой пример мы уже подготовили несколько ранее, чтобы не занимать время. Вот у меня произвольным образом выбралось несколько точек проверочных, которые в дальнейшем будут оцениваться на достоверность. Теперь мы можем перейти, собственно, к мастеру операции геостатистики. Тут доступно несколько способов. Детерминистические методы, которые используют в основном расстояние между объектами. Геостатистические методы, которые используют и расстояние, и разницу значений в объектах. И также интерполяция с барьерами, что особенно актуально при наличии барьеров, бросов и других значений. В этом случае мы сейчас рассмотрим, поскольку мы уже познакомились с вариограммой, и примерно понимаем, какие веса там будут существовать, мы выберем опцию эмпирического биосовского крикинга, которая позволяет без особых усилий и глубоких знаний примерно оценить, каково будет наше распределение. И здесь при желании можно настроить более детальные характеристики, но пока ограничимся тяжелыми металлами и кадмием. Нажимаем «Далее», раскроем, чтобы было лучше видно. И мы видим внизу тот же график вариограммы, который мы ранее построили. Этот график построен на основании среднего значения в каждом лаге, в каждом промежутке. И здесь мы в каждом конкретном случае можем уже сейчас оценить, какая у нас будет выходная поверхность, построить сразу уже тоже ошибочную поверхность, которая будет прогнозироваться, учитывать соседства, то есть те точки, которые будут влиять на значение каждой конкретной точки, уменьшать, увеличивать это расстояние и также проводить сглаживание, если необходимо. Ну и сразу можно примерно оценивать в конкретных точках, какое у нас будет дальнейшее значение. Но в зависимости от этого редактировать опции настройки поверхности. Здесь мы сразу видим, какие у нас соседи влияют, и также можно активировать веса, чтобы понять, насколько сильно это влияние. И после того, как мы примерно оценили все параметры, мы имеем представление о том, какие у нас ошибочные данные будут существовать в будущем. Есть здесь несколько видов ошибок, их все можно использовать. и отсортируем их по максимальному значению. Ну и вот мы можем сразу здесь выбрать то значение, которое является выбросом и дает наибольшую ошибку. После того, как мы его выбрали в таблице, сразу здесь на графике мы тоже его увидим, можем его учитывать, если это действительно имеет место это распределение, либо исключить из анализа, чтобы не портить картину будущей поверхности. И здесь у нас есть разные графики, как по проинтерполированному значению, так и по отдельным ошибкам. После того, как мы задаем все эти параметры, строится поверхность, и мы сейчас подключим результат. Вот у нас сейчас мы видим карту прогнозированных значений, при желании мы можем изменить ее оформление, ее заливку, границы, и можем увидеть те места, которые у нас являются кластерами будущими, где у нас максимальное и минимальное содержание. Ну и помимо такой поверхности, мы можем сразу же переключиться на стандартную ошибку интерполяции, чтобы понять, где у нас наиболее достоверные данные получились, а где еще необходимо сделать какие-то исследования. Ну и здесь чем светлее, тем у нас все достовернее, чем ярче, краснее, тем данные вызывают меньше доверия. Поскольку мы в самом начале выделили некоторые проверочные точки, то мы можем оценить, насколько точна наша модель, насколько проинтерполированные значения соответствуют тому, что было на самом деле, с помощью проверки интерполяции. Для этого используется инструмент слой в точке, мы задаем здесь местоположение входных точек и указываем, по какому полю будет проводиться проверка. Поскольку у нас здесь значение по трем соединениям, то мы выберем кадмий. И здесь выходная статистика будет храниться в виде точного класса объектов, который будет дополнен статистикой. Я заранее дополнила такую информацию, рассчитала ее и получила следующее значение. У меня в наличии есть проверочные точки. Сейчас я отключу границы. Вот они здесь представлены. Открою таблицу атрибутов, чтобы продемонстрировать, что у нас вышло в итоге. У нас появилось здесь проинтерполированное значение и стандартная ошибка, на основе которой мы можем оценивать, насколько построенная модель соответствует реальности и необходимо ли ее обновлять и улучшать. Такую интерполяцию можно проводить как на локальном уровне, так и на глобальном.